МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но из-за внутриполитической ситуации, подготовки к выборам в КНЕСЭД, глава израильского правительства отложил визит. И вот сегодня первая полноформатная переговора на высшем уровне после кризиса в двусторонних отношениях. 17 сентября прошлого года сирийцы сбили российский ИЛ-20. Произошло это по ошибке. Целью были израильские Ф-16, которые нанесли удары по иранским объектам в Сирии. Министерство обороны России возложило ответственность на Израиль, мотивируя это тем, что еврейское государство нарушило суверенитет соседней республики. В ноябре прошлого года Нетаньяу и Путин встречались на полях Парижской конференции. Но тогда удалось поговорить 15 минут на ногах. Сам факт, что сегодня встреча двух лидеров состоялась, в Израиле приветствуют. В Иерусалиме считают, что лучше поддерживать с Москвой партнерские отношения, чем вступать в открытую конфронтацию. Особенно на фоне того, что Путин сотрудничает с Раухани в Сирии. При этом, как подчеркнул израильский премьер-министр, Израиль намерен всеми способами защищать интересы своей безопасности. Мы действуем против Ирана, мы атакуем его базы, и мы будем продолжать действовать против него. Об этом разговор с президентом Путиным. Мы продолжим действовать, пока не вытесним иранцев из Сирии, так как Иран угрожает уничтожить Израиль, и мы не позволим ему базироваться вблизи нашей границы. Противоречивые сообщения продолжают поступать из Тегерана относительно отставки министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джавада Зарифа. Американское издание Wall Street Journal утверждает, что Зариф подал в отставку в знак протеста. Его не пригласили на встречу духовного лидера Ирана, Айталы Алихиминаи и президента Сирии Башара Асада. Он приехал, то ли чтобы лично поблагодарить за всестороннюю поддержку, то ли просить о еще большем. Первый визит сирийского президента Башара Асада после начала войны в Арабской республике в Тегеран стал не то чтобы неожиданным, но тем не менее судьбоносным. Пока Асад обменивался улыбками и комплиментами с Айталой Алихиминаи, а затем обнимался с иранским президентом Хасаном Рухани, восхваляя славу иранского оружия, с помощью которого, как было заявлено по итогам разговоров по душам, удалось сохранить территориальную целостность и единство Сирии, одна из ключевых фигур иранской политики, в том числе и на сирийском направлении, осталась за бортом дружеских объятий. Глава ДМИД Ирана Мухаммад Джавад Зари внезапно сделал ход, которого от него не ждали. Архитектор ядерной сделки и опытный игрок на международной арене внезапно подал в отставку. Причем сделал это нетрадиционным способом, прямо-таки идущим вразрез со взглядами откровенно недолюбливающего свободный интернет-режима. На стаграме политика и дипломата появилась запись, вызвавшая волну комментариев. Большое спасибо за милость, оказанную мне дорогим и смелым народом Ирана и его властями на протяжении последних 67 месяцев. Я искренне прошу прощения за неспособность продолжать свою работу и за все допущенные мной ошибки. Почему Зари, который все эти 67 месяцев был на переднем фланге иранской политики, вдруг стал неспособным? Но, тем не менее, в куларах настаивают. В последние месяцы между министром и президентом Хасаном Рухани возникли разногласия по широкому кругу вопросов. Споры якобы разгорались, в том числе на заседаниях правительства, и Зари был недоволен действиями президента. Последней же каплей стал его недопуск к переговорам с прибывшим Тегеран сирийским президентом. Димарш, ключевого министра, похоже, оказался неожиданным для руководства Исламской Республики. И президент Рухани поспешил во всеуслышание заявить, что Зарифа любят и помнят. Как вы знаете, Америка возобновила свои усилия по расширению санкций, нацеленных на нашу банковскую систему, экспорт нефти и влияние на другие секторы экономики Ирана. Сегодня наша главная линия фронта против Америки обеспечивается Министерством иностранных дел, Центральным банком и Министерством нефти. Конечно, другие министры, занятые в экономическом секторе, образуют вторую линию обороны. Но главная линия фронта проходит через три ключевые фигуры. И я хочу поблагодарить всех троих за их стойкость и усилия. Я хочу поблагодарить доктора Зарифа, доктора Хемати и инженера Занганы. Это фигуры, которые находились на передовой и продолжают удерживать фронт. Некоторые усмотрели в заявлении Рухани зашифрованное послание, мол, пока страна находится в жестком противостоянии США, не время для демарши. Сразу вслед за этим появились сообщения, что публикация в Инстаграме решение эмоциональное и пока не стало официальным. Зариф якобы еще может передумать. В любом случае решать верховному лидеру Ирана Аэтале Алейхаминаи. Такого же мнения придерживаются и по ту сторону фронта. Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на сообщения об Инстаграме отставки Зарифа тоже посредством социальной сети, но предпочел для этого находящийся в фаворе у президента Трампа Твиттер. Мы видели заявление об отставке Зарифа. Посмотрим, останется ли оно в силе. В любом случае он и Хасан Роухани просто подставные лица коррумпированной религиозной мафии. Мы знаем, что Хаминаи принимает окончательное решение. Наша политика не меняется. Иран должен вести себя как нормальная страна и уважать свой народ. Пока вопрос решается, временно исполнять обязанности министра иностранных дел, судя по всему, будет заместитель Зарифа Аббаса Ракчи. Наиболее же вероятным преемником архитектора ядерной сделки называют специального помощника главы парламента Хусейна Амир Адулхиана. Бывший министр энергетики Израиля Гунен Сегев приговорен к 11 годам тюрьмы за шпионаж пользу Ирана. В рамках досудебного соглашения с прокуратурой Сегев признал себя виновным в работе на спецслужбы Исламской Республики. Подробности у Игоря Лернера. 63-летний Гунен Сегев признал себя виновным в шпионаже в обмен на то, что прокуратура откажется от обвинения в сотрудничестве с врагом во время военных действий. Кроме тюремного срока бывший член правительства получил еще год условно. Согласно материалам дела, экс-министр был завербован в Нигерии, куда он перебрался после выхода из тюрьмы, где сидел за попытку контрабанды наркотиков. Сегев признался, что передавал информацию иранской разведке на протяжении пяти лет, используя для этого тайную систему связи. Кроме того, бывший министр встречался со своими кураторами из разведки Исламской Республики и на личных встречах в Иране и в ряде других государств. Среди прочего, иранцы просили Сегева организовывать им встречи с высокопоставленными лицами из силовых структур еврейского государства. Об аресте Гонена Сегева было объявлено в июне прошлого года. Из заявления Шабака по этому поводу следовало, что Сегев был задержан в экваториальной Гвинеи, куда он прибыл из Нигерии, а затем выдан израильским властям. Правительство Великобритании намерено включить политическое крыло ливанской хизбалы в список террористических организаций. Соответствующий законопроект был представлен кабинетом министра в Палате общин. Министр внутренних дел Соединенного Королевства Саджид Джавид отметил, что хизбалла пытается подорвать стабильность на всем Ближнем Востоке и уже невозможно разделять политическое и военное крыло организации. Подробности в материале Максима Гулера. До сегодняшнего дня в Великобритании была запрещена только деятельность военного крыла группировки. Однако сейчас правительство и ее величество внесло законопроект в Палату общин, согласно которому в список террористических групп будут внесены все без исключения структуры группировки. Тем, кто состоит в Хизбалле или оказывает ей помощь, грозит наказание, крупный штраф и до 10 лет тюремного заключения. Ожидается, что закон будет принят в эту пятницу. До последнего времени активисты Хизбаллы были замечены на территории Великобритании в организации различных антиизраильских манифестаций, в том числе ежегодного марша за освобождение Иерусалима. Глава Foreign Office Джереми Ханг, комментируя вынесенный законопроект, заявил, что нет никакой разницы между боевым и политическим крылом группировки, поскольку обе активно занимаются террористической деятельностью. Британский министр внутренних дел Саджи Джавид добавил, что группировка продолжает попытки подорвать стабильность на всем Ближнем Востоке. Последней каплей, переполнившей чашу терпения в Лондоне и ряде других европейских столиц, стало формирование нового ливанского правительства в середине этого месяца. Несмотря на многочисленные просьбы и увещевания, в Кабинет министров и на этот раз были включены функционеры Хизбаллы. Этот шаг вызвал ярость прежде всего в Саудовской Аравии, окончательно уступившей Ирану контроль над страной кедров. Эр-Риад и его союзники в арабском мире в нынешней ситуации находятся в обороне, пытаясь блокировать действия агентов Хизбаллы и Ирана на своей территории. Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Старший советник президента США Джаред Кушнер вместе с посланником Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблотом и спецпредставителем Соединенных Штатов по Ирану Брайаном Хуком знакомит арабский мир с экономической частью сделки века. Что касается политической части мирного плана урегулирования Палестино-Израильского конфликта, то сейчас она не обсуждается. Но в интервью арабской редакции телеканала Sky News Джаред Кушнер сказал, что политический аспект документа детально разработан. Он фокусируется на определении границ и решении вопросов окончательного статуса палестинского государства. Кроме того, Кушнер заявил, цитата, «Сегодня существует значительный раскол между идеей и Самареей и Газой. Мы хотим, чтобы палестинцы объединились под одним руководством». Конец цитаты. Многие аналитики считают, что план Трампа обречен на провал. Бывший глава израильской дипмиссии в Катаре Эль-Авидар объясняет это в том числе и тем, что Эрияд не готов заниматься сектором газа. Впрочем, как и большинство других арабских стран. Государства Персидского залива не хотят иметь дело с Хамасом. Единственная страна, которая готова вмешиваться в эти дела, это Катар. Саудиты не готовы заниматься газой, и другие страны слышать об этом не хотят, потому что все знают, что Хамас это братья-мусульмане. А с братьями-мусульманами есть свои проблемы в странах Персидского залива. Их никто не хочет поддерживать и усиливать. Это только мы, даже не зная, как это назвать, мы, как мазохисты, усиливаем наших врагов. В психологии этому явлению нет объяснения. Это ужасающая ошибка. Обама всегда использовал Катар в установлении отношений с братьями-мусульманами, с талибами. Это симптом режима, который хочет тишины, и за эту тишину готов дорого платить. Мы платим выкуп, зная, что они собираются воевать с нами. Все прогнозы ЦААЛи говорят о том, что ожидается очередное противостояние с Газой. Вопрос не в том, будет ли война, а вопрос, когда. Новыми ракетами, которые могут достичь центра страны, угрожает Израилю палестинская группировка «Исламский джихад». По словам представителей боевого крыла группировки «Бригад Аль-Куц», в Газе начато производство высокоточных ракет, которые способны долетать до Тель-Авива, Нитании и даже дальше. Информация о новом вооружении «Исламского джихада» прошла на иранском телеканале, на арабском языке «Аль-Алам». Боевики показали журналистам секретный цех, где собираются новые ракеты, а также новые диверсионные туннели, которые были названы в репортаже стратегическим оружием исламистов. Завершились масштабные межвойсковые трехдневные учения ЦААЛи по обработке боевых действий в секторе ГАЗа. В маневрах участвовали пехотные войска, танковые соединения, самоходная артиллерия, связные и разведывательные подразделения. Отрабатывалось быстрое продвижение по местности на танках, в темноте, а также боевые действия в застроенной зоне. Цель учений проверка боеготовности и оперативная подготовка к войне в секторе ГАЗа. Кроме, собственно, боевых действий были проверены организационная, медицинская, интендантская и другие стороны возможной военной операции. И в завершении выпуска о море, кораллах и перспективах. В Израиле обнаружена достопримечательность, которая через десятки лет должна обеспечить постоянный приток туристов в курортный центр Израиля Эйлад. Оказывается, в Акапском заливе, он же Эйладский, растут уникальные кораллы. Они невероятно устойчивы к внешним факторам. В то время, как половина кораллов Большого барьерного рифа в Австралии обесцветилась, полипу в Акапском заливе Красного моря, похоже, никак не отреагировали на повышение температуры Мирового океана. «Кораллы во всём мире быстро умирают и разрушаются. Но мы не встречали ни одного случая обесцвечивания кораллов в Акапском заливе». Теперь израильские учёные решили понять, почему же эти кораллы настолько устойчивы к изменениям окружающей среды. Исследования, проведённые Межуниверситетским институтом морских наук в Эйладе, показывают, что кораллы в Красном море адаптировались ещё во времена ледникового периода – 18 тысяч лет назад. Тогда уровень моря резко снизился, и вода стала слишком солёной. Многие кораллы погибли. Те, которые выжили, позже мигрировали в южную часть моря, где температура была очень высокой. В таких условиях сохранились лишь те полипы, которые смогли адаптироваться к новой среде. Позже они переместились на север, где температура воды была уже ниже. То есть оставшиеся кораллы уже были устойчивы к таким внешним факторам, как повышение температуры или изменение состава воды. «Это означает, что они прошли отбор по термической устойчивости и устойчивости к вредному воздействию. Но теперь в Акапском заливе они живут при температуре, которая на 5,6 градусов ниже, чем была тогда». Учёные считают, что кораллы в Красном море ещё по меньшей мере 100 лет будут нормально размножаться и не подвергнутся обесцвечиванию. Но даже здесь им по-прежнему угрожает загрязнение воды и чрезмерная их добыча для производства ювелирных изделий. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи на РТВА. Редактор субтитров А.Семкин